У делу беспорадках, порушение работы предприемства и неподпорядкование представника МУЛАДы. Усёх это привело трёх представников Жлобинского БМЗ на лаву подсудных. В райцентре отбылся суд над активными удельниками протестов, которые прошли в жнивне минулого года на территории завода. Подрабязанности в наступном сюжете. 17 жнивня 2020 года на территории белорусского металлургического завода отбылся несанкционованный митинг. Сярод ты, кто вырышил таким чином продемонстровать свою грамадзянскую позицию, оказались некольки агрессивно настроенных мужчин, які обвастрали ситуацию и закликали спынить работу завода. Як выник – порушение нормальной деятельности предприемства, внутреннего транспорта и материальная страта – больше, как тысяча рублей. Особы самых активных удельников беспорадков установили правоохоуники. Месяцы работы супрацовников милиции, следчего комитета, прокуратуры пройшли до логичного финалу. Ужлобинским районным суде поставили кропку у резонансной справе. На лаве подсудных – аутослесар, водитель и оператор поста управления рыски гаража металлу. Нажали усведомление, чим може скончиться учениное, пройшло поздно. На тот момент как бы не задумывался. Ну а как бы потом уже доходило до меня, чем там уже закончится все. То есть уже как подошел к сфероповозу. Жалею, что так получилось. Необдуманно, по-идивотски. Конечно, я сожалею и не готов оплатить ущербу всем. Але суд вырышил инакш. З уликом у сих деталей и обставина у справы обвинуваченным вызначена больш суровая покарання. Судом было назначено наказание двоим обвиняемым в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания у справительной колонии общего режима и одному обвиняемому в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания у справительной колонии общего режима. Слезы родных и близких. Их гора и страта. Тяжко зрозуметь по-саправдному, что они отшиваются в этот момент. Але закон есть закон. Прысуд не уступил законную силу и, может быть, обскарджаны. Дерзкие и необдуманные учинки ранее приводили на лаву подсудных и иншых жихаров райцентра. Так у сяредине вересня 27-годовый жихар города у Ницвярозым стане сорвал державный флаг, каля Палаца культуры Металургау. Спочатку паспробовал его спалить, але не смог за сопливостей тканины. Тады он разадрав палотниша и выкинул флаг у водоем неподалеку. У листопаде минулого года над молодым человеком прайшов суд. За зневажение державных символов хлопец трапил у поправшую установу открытого тыпу.